Данияр появился на свет 9 лет назад. Роды были преждевременные и тяжелые. Ребенок родился со сломанной шеей и тазом. Еще перенес и инсульт. Лечится мальчик всю жизнь с самого рождения. Тем не менее, он ходил в специализированный детский сад. Сейчас обучается в школе и не только. Мы выиграли конкурс «Семья года». Мы стараемся принимать активное участие в жизни. Вот школы, в садик ходили. Там тоже везде участвовали. У нас очень много дипломов, очень много грамот разных. На лечение мальчика возят зачастую в другие города, а то и страны. Везде Данияр передвигается только на коляске. Но тот транспорт, который выдает маленьким инвалидам Государственный фонд социального страхования, очень громоздкий и тяжелый. Весит до 14 килограммов. И вмещается в багажник машины и непрочный. Новую коляску выдадут только через два года, а эта уже сломалась. Носить на руках Данияра маме тяжело. Мы много где ездим, много где лечимся. Лечение потихонечку приносит результат. Данияр научился ползать, научился стоять на ножках, делать шаги. Сейчас мы хотим прооперировать изобедренный сустав, чтобы он уже смог полноценно ходить. Но приходится много ездить. И коляска нам нужна полегче. Потому что то, что нам выдают, они очень тяжелые. Да, очень тяжелые. Данияру нужна коляска полегче. Такая существует. Весит она всего 7 килограммов. Стоимость ее 96 891 рубль. Читатели сайта Росфонд соберут 71 891 рубль. Не хватает 25 тысяч рублей. Для помощи Данияру достаточно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Васа Рассадина, Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.